Архитектура. Пожалуй, именно она создает первое впечатление о городе. Наслоение времен, культурных традиций, направлений искусства, а все вместе просто каменные джунгли. 1 июля отмечается как Всемирный день архитектуры. Молодых архитекторов готовят в Ивановском политехническом университете, который еще до недавнего времени был строительным. Заведующий кафедрой архитектуры Александр Захаров и теоретик, и практик. В Иванове немало объектов, которые возведены по его проекту. Это несколько офисных зданий, например, на улице Красногвардейской 10 августа. Жилой комплекс «Преображенский» наколотило многофункциональный центр на Шереметьевском проспекте. Меняется облик городов, и у нас информативность сейчас очень сильно развивается. И человеку свойственно стремится к прекрасному. Поэтому задача и заказчик стоит более повышенной перед архитекторами. И, соответственно, архитектор может в большей степени выразить свои, так сказать, творческие способности. В чем, в общем-то, каждый по мере силы старается это сделать. У Иванова нет четко выраженного городского центра. И нет главного архитектора. Нонсенс и то, и другое. Так и живем. В обязанности главного архитектора города, это ведь и написано, организовать вот эти конкурсы. Ну, вы знаете, например, о каких конкурсах вообще в последнее время что-то организовывалось? Архитектурные? Нет. Нет? А почему? Ну, может быть, по той причине, что глава города как-то мне сказал, что нам архитектор не нужен. У нас есть генеральный план, и этого достаточно. Тем не менее, город интенсивно застраивают. Удачно или неудачно – это субъективное мнение каждого. Ивановский торговый центр на Богданке новый построенный. По сравнению, например, с магазином Рио, да, вот это Рио, это удобная человеческая архитектура. И вдруг после этого замечательного здания возникает вот что-то несуразное. Ни снаружи фасад никакой, да, ни внутри вообще полное неудобство. В своих дипломных работах выпускники кафедры архитектуры стараются предусмотреть все, чтобы объект не уродовал город, был востребован и многофункционален. Евгений Казамуров в своей итоговой работе предложил реконструировать бывшее общежитие фабрики Зиновьева. Дом располагается на пересечении улиц Громобоя и Жиделева. Студент хочет сделать из бывшей казармы комфортабельную гостиницу. Изначально он предлагал эконом-вариант для среднего класса, но в процессе работы решил заселить реконструированное общежитие людьми побогаче. Комиссия осудила Женю за то, что он погнался за жирными котами. Мы немножко, да, отошли от этой темы, потому что все-таки хотелось привлечь разные слои населения сюда, потому что я думаю, что, возможно, со мной не согласятся, но даже люди состоятельные хотели бы ощутить себя, почувствовать вот этот дух казармы, потому что здание действительно очень красивое, и это почти центр города, то есть у него транспортная доступность очень хорошая. Анна Кострома увлекается скалолазанием, поэтому и решила в Иванове построить целый центр для занятий этим видом спорта. На воплощение ее проектов в жизнь потребуется порядка 300 миллионов рублей. Девушка считает, что лет за пять объект окупится. Выбрала это место, парк Харенка, пересечение улиц Третьей лагерной Павла Большевикова, так как они являются магистральными улицами. Этот перекресток является первым таким большим знаковым перекрестком при въезде в наш город Иваново. И я думаю, будет привлекать много как и местных жителей. Здесь не находится почти ни одного спортивного комплекса, и думаю, молодежи будет интересно, если бы здесь был такой центр. Дипломные проекты выпускников в жизнь воплощаются редко. Чаще это так и остается на уровне хорошо оформленного художественного вымысла. Нужно найти заказчика, убедить его в рентабельности задуманного. Но несмотря на это, десятки студентов хотят стать настоящими архитекторами, чтобы иметь хотя бы небольшую возможность изменить свой город. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok